Здание, которое долгие годы было известно харьковчанам как киноконцертный зал Украины, а сегодня это просто концертный зал Украины, также является уникальным в своем роде. Оно было построено 8 марта 1963 года архитектором Плаксиевым, Васильевым и Фридген, которые воплотили в архитектуру этого объекта уникальные вантовые конструкции. Во многом на архитектуру этого здания, на его внешний вид, на его техническое воплощение наложила отпечаток сама эпоха. Это были 60-е годы, эпоха космических открытий, покорения космоса, вечный спор физиков и лириков. И, конечно же, это здание воплощает в себе соединение таких двух начал. С одной стороны, оно очень интересное с технической точки зрения, а с другой стороны, оно веет какой-то романтикой, потому что внешне оно напоминает парус, который зовет к дальним путешествиям. Архитектор Васильев, он предложил совершенно фантастическую разработку ученых в области современных конструкций. И вот эта седловидная форма впоследствии была очень распространена. Средняя высота в зрительном зале, она составляет 8-9 метров. Оно, несмотря на то, что имеет и внешние такие компактные достаточно размеры, но является достаточно просторным. Кроме того, здание достаточно удобно спроектировано в том плане, что через систему основного и запасных выходов можно обеспечить достаточно быструю загрузку зрительного зала и достаточно быструю эвакуацию. Три минуты на загрузку, три минуты на освобождение. При возведении здания перед авторами возникло несколько трудностей. Сложность возникла в том, что здание это многофункционально. Здесь можно проводить киносеансы, можно проводить концерты, можно проводить митинги. И для каждого из этих типов массовых собраний есть требования по акустике. Эти требования совершенно разнообразные, разноплановые, нужно было воплотить как раз в одном здании. Ну, авторам это прекрасно удалось. Если посмотреть боковой фасад, то здесь увидишь такую очень красивую плавную линию, которая перехватывается с одной верхней арки до нижней арки, с мощными опорами по сторонам. То есть это действительно красивый архитектурный современный образ. Продолжение следует...